Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Интервью» Группы компании «Система Глобус» Добрый день, это Светлана Занько. Сегодня я в студии с необычным и приятным моим гостем Олегом Липовецким, режиссером, продюсером, который приехал в наш город вот буквально только что для нашей первой встречи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Мы за эфиром договорились, что будем дружить, поэтому Олег, а не Олег Михайлович. Мне очень приятно. Поэтому, Светлана, а не... Светлана Владимировна. Очень приятно. Наконец-то и слушатели моего отчества услышали впервые. Мне тоже очень приятно. Мы будем знакомиться сегодня, потому что вы в Кирове, я так понимаю, месяца на два. Ну, я думаю, да. Полтора-два месяца я здесь пробуду, пока мы не выпустим премьеру. И тогда нужно представиться прежде всего. Мне, конечно, безумно радостно, что в последнее время в наших театрах началась какая-то действительно жизнь. Потому что, объясню сразу, с какой позиции я с вами буду беседовать, я транслирую позицию, в общем, наверное, небольших поклонников наших театров. Я только-только вот вхожу вот в эту жизнь благодаря частности тому, что, как мне кажется, новые люди появляются, приезжают режиссеры. Это как-то здорово, но отчасти остаётся у меня ощущение такое, какое выражают многие мои знакомые. Нечего ходить, например, в наш драб, куда вы приехали, ибо нечего портить свой вкус. Вы же простите, у большого количества вполне себе интеллигентных людей есть такое. Я так понимаю, что задача стоит поменять такое ощущение. Мне, по крайней мере, бы так хотелось. Мне бы хотелось, чтобы люди не только в клубы и кафе сейчас пошли, но и вернулись в театр. Поэтому рассказывайте, с чем вы приехали в Киров. Что вы будете ставить? Ну, давайте я начну с того, что у меня лично нет такой задачи поменять это ощущение у кировчан. Правильно я говорю, да, кировчане ведь? Да, не кировцы, кировчане. Кировчане и вятичи. Нет? Как вам нравится. Я-то приехал сюда с конкретной вещью, но у вас в театре появился, в вашем драмтеатре появился, как мне кажется, очень интересный человек и режиссер, и человек, который именно хочет эту задачу реализовать, скажем так, выполнить. Это Константин Солдатов, который меня сюда и позвал. И мне кажется, сейчас всем жителям, особенно интеллигентной части города, которые говорят, что нечего ходить в театр и портить свой вкус, пришла пора поддержать нового художественного руководителя театра и нового режиссера именно тем, что они в театр пойдут на новые спектакли и на все проекты, которые будет Костя так там делать. Потому что лучше, как говорится, один раз увидеть, чем много раз услышать. Ну, а с чем я сюда приехал, совпали многие обстоятельства. Это, с одной стороны, я эту пьесу знаю давно и знаю автора этой пьесы, поскольку я отчитывал эту пьесу на фестиваль «Любимовка», на котором я являюсь экспертом. Да. И я знаю эту пьесу давно, и по этому же фестивалю я знаком с автором, с Юлией Тупикиной, замечательным человеком, замечательным драматургом. Как вы знаете, мне передавали, у меня даже данные тут на листочке записано, Юлия Тупикина, она сейчас в тренде в театральном мире. Вот это что значит? Что значит быть сейчас в тренде в театральном мире? Ну, это значит, наверное, быть модным. Юлия Тупикина модный сейчас автор в театральном мире, но этот тренд, так скажем, он заслужен ей, поскольку она пишет. Вы знаете, это такое редкое сочетание, когда в одном человеке, в одном авторе сочетается профессионализм с одной стороны, а с другой стороны страстность, а настоящая такая кипучая страстность женщины, красивой женщины. А с третьей стороны желание писать пьесы для театра. Знаете, не только для самовыражения, но и для театра. Поэтому она в тренде, потому что её пьесы очень хорошо в театре идут. Они так написаны, что их берут в театр. Если ты хороший автор, то ты будешь в тренде. Тут некуда деться. Можно ещё несколько таких же авторов назвать, и они тоже в заслуженном тренде, так скажем, потому что они хорошие пьесы пишут для театра. Её пьесы, они направлены на какого всё-таки зрителя? Вы знаете, у каждой пьесы есть свой зритель, но её пьесы хороши. Вот эта пьеса, мы так, смотрите, оттягиваем с вами название, это очень хорошо заманиваем зрителя. Эта пьеса хороша тем, что она, мне кажется, приглянётся как и молодёжи, так и старшему поколению, поскольку и в пьесе есть и старшее поколение, и молодёжь. И несмотря на то, что действие там происходит в достаточно далёком или достаточно близком будущем, не знаю, как кто на это посмотрит, а кто-то увидит в этом настоящее и, может быть, правильно сделает. Несмотря на это, мне кажется, будет это интересно всем. Ну, это действительно интересно. Вот пока я вас ждала в студии, кстати, я не сказала нашим слушателям, должна это озвучить, мы записываемся, это не прямой эфир, поэтому, уважаемые слушатели, ваших вопросов я не озвучу сегодня. Но вырезать же вы ничего не будете? Абсолютно нет. Мы записываемся как в прямом эфире, но, к сожалению, без вопросов слушателей. Пока я вас ждала, здесь были наши сотрудники, журналисты, новостники, и я каждому заходящему зачитывала начало пьесы и смотрела на реакцию. Ну, потому что было интересно, как они отреагируют, что вот с таким началом пойдёт пьеса в нашем драматическом театре. Довольно неожиданно, если позволите, я процитирую. Ну, во-первых, я, правда, не назвала им действующих лиц. Здесь есть Соня, которая выглядит на 60 лет, Арам, которая выглядит на 40, Джульетта, она на 30. Рома выглядит на 30 лет, Сергей выглядит на 60 лет. Пьеса называется «Джульетта выжила». И я уже ожидала что-то, вот что это, квартира, я цитирую Джульетты, рабочий стол, на котором огромный экран, компьютер, через который существляется связь с миром, и за которым Джульетта проводит всё своё время. Вместо окон большие теплицы, в них растёт что-то зелёное. Джульетта курит марихуану, смотрит в монитор, когда раздаётся звонок по скайпу. Вот из набора некоторых тут слов, я уже понимаю, что это крайне необычная пьеса для нашего драматического театра и для публики, которая привыкла ходить драматически. Вы не боитесь, что вас арестуют? Потому что из набора этих слов, некоторые слова, они запрещены у нас в эфире, по-моему. Я потом проконсультируюсь с нашим юристом и узнаю, вдруг эти слова уже вполне себе допущены. У нас так стремительно всё в стране изменяется. Ну, если что, можно запикать. Запикаем, да. Что-то зелёное курит, так скажем. В общем, такое, я бы сказала, молодёжное и задорное начало вполне себе для театра юного зрителя, нашего театра на Спасской, активного, современного, нежели для довольно традиционного, драматического. Актёры наши уже видели эту пьесу? Ну, читали. Читали. Видеть они не могли. А вы, актёров наших, уже видели? Тоже общался. Не со всеми, конечно, но с некоторыми общался, поскольку очень сложно делать распределение вслепую, распределение ролей, понимаете. Приходится встречаться с актёрами один на один и беседовать с ними за жизнь, за театр, кто что любит, и рассказывать о себе. Потому что, да, когда ты вызываешь человека, они воспринимают, ну, это нормально, человек сразу зажимается и воспринимает это как какой-то вызов. Поэтому приходится и себе рассказывать о своей личной жизни, чтобы человек понял, что его здесь не разбирают по частям, а пытаются просто найти какой-то коннект, чтобы легче узнать друг друга. Да, я вижу актёров. Мало того, я знаю, что... Я же очень много путешествую по разным городам, по разным театрам. Я знаю, что впечатление первое, оно бывает обманчивое. Мало того, и даже от спектаклей, которые ты смотришь в этом театре, бывает обманчивое впечатление. Ты не можешь узнать артистов, поскольку они, некоторые работают по 10, по 15 лет в одном и том же амплуа, их используют, просто используют, гоняют, знаете, как рабочих лошадок. Всё у того, что предлагают режиссёры, которые там работают. Да, да. И поэтому артиста иногда невозможно узнать до того, как соприкоснёшься с ним непосредственно в работе. Так что я, да, разговаривал с артистами, пьесу они видели. И? И что некоторым пьесам очень нравится, некоторые пьесы совершенно не принимают. Но мне кажется, что явление многогранное, оно тем и отличается, что на него, и значимое явление, что на него должно быть много разных взглядов и даже диаметрально противоположных. А как это бывает, Олег, когда вы смотрите на актёра, он вам говорит, мне пьеса совершенно не нравится, я себя в ней не вижу, я её не понимаю. А вы видите этого человека в этой пьесе. Что происходит? Здесь есть несколько вариантов. Если человек мне необязателен, ведь бывает так, что можно взять и другого актёра, то не желая тратить свои нервы какие-то и лишнее время, которое можно потратить на работу с теми, кто хочет, я говорю, ну окей, давайте пожмём друг другу руки и пожелаем удачи. Если же я понимаю, что этот артист это 50% будущего успеха, то я буду его убеждать и все свои нервы, и всю свою любовь к театру и убеждённость в том, что эта пьеса должна здесь быть, и он должен быть в ней, я в него попытаюсь вложить и сделаю всё, чтобы он там был. Вот и всё. Это интервью с Олегом Липовецким, режиссёром и продюсером, который ставит, да, уже начал ставить. Ну, у нас ещё не было репетиции, пока мы, ну как, что значит, начал ставить? Мы давно начали работу с художником, с Алексеем Лобановым, и я давно работаю над пьесой, но с актёрами мы вот приступим, я думаю, послезавтра. Ну, можно сказать, да, что ставят пьесу. Джульетта выжила в нашем драматическом театре. Вы упомянули художника Лобанова, который, я так понимаю, вы привезли с собой. Я его ещё не привёз, он обычно сам всё-таки приезжает. Вот, да, Алексей Лобанов... Познакомьте нас с ним, кто это? Алексей Лобанов – это замечательный художник, который проживает в Москве. Что про него сказать? Он выпускает отличные спектакли, номинант «Золотой маски». Молодой, ну как, я думаю, да, мы с ним примерно ровесники. Молодой достаточно человек, который на расхват в театрах страны и людей в столицах. Да. Он тоже в тренде. Почему он? Почему не кто-то другой? Он уже делал эту пьесу и работал с вами, расскажите. Вместе с ним мы работали уже. Пьесу эту он не делал. Пьеса, кстати, новая совершенно, она 15-го года, вот только-только испечена, как горячий пирожок. Но уже вы её выпускали? Нет. И никто не выпускал? Я не знаю насчёт, по-моему, никто ещё не делал. Впервые. По-моему, это первая постановка, да. А если где-то раньше не успеют сделать. Я делал читку этой пьесы в городе Петрозаводске, и она замечательно прошла. Зал просто был порван. Артисты просто, знаете, так говорят, порвали зал. Зрители очень сильно смеялись, потом очень сильно плакали. Ну вот это хороший такой эффект был. Это когда на сцене находятся артисты. И стулья. И стулья. Артисты ничего не представляют, они только читают роли. При полном зале. При полном зале, конечно. А на читку продаются билеты, извините? Мы продаём. Я не разу не знаю. Это вот такое. Везде делают по-разному, в зависимости от того, для чего делается эта читка. Но у нас это такой проект, называется «НИТО», расшифровывается как «Ночное единение театра и общества». Он идёт раз в две недели по субботам. В 23.30 начинается. Сначала идёт читка, которая обычно длится до часа ночи. Потом минут 15 перерыв. И обсуждение того, что люди услышали. Ну, кто хочет, уходит. Обычно остаётся больше половины. Но это много. Где-то у нас приходит 180 человек. Соответственно, остаётся там человек 90-100. И мы ещё часов до двух, иногда до полтретьего, до трёх ночи обсуждаем со зрителями и с театральными деятелями, что они там увидели и услышали. Вы планируете что-то подобное делать здесь? Ну, к сожалению, я не могу ничего планировать делать здесь, поскольку я не живу в этом городе. Просто интересно, насколько такие вещи включены вообще в процесс, когда вы ставите пьесы. Делаете это только в Петрозаводске? Или всегда это вас сопровождает? Сейчас я понимаю, что нет. Это какой-то отдельный проект. Нет, нет, просто когда ставишь спектакль, ни на что больше нет времени. Понимаете? А читка, она тоже требует времени организации. Ну, конечно, всё равно это пять репетиций. Читка, в идеале, это финал застольного периода. Есть такой, значит, это ещё Константином Сергеевичем Станиславским у нас заложено. Так, посвятите. Это на самом деле и до него было, и после него было. Это когда актёры же не сразу идут с ролями на сцену. С чем? Берут в руки роли, идут на сцену. Перефразирую я. Вот. А сначала они долго сидят за столом, разбираясь вместе с режиссёром. Режиссёр делает анализ вместе с актёрами, разбирает, кто чего хочет, кто кому приходится, да, долго читают, присматриваются к образам, присматриваются друг к другу в этих образах, да, возникает партнёрство. И только когда актёру уже не сидится за столом, когда он набрал в себя столько материала от персонажа, от предлагаемых обстоятельств, которые в этой пьесе, что он уже начинает дёргаться, ему хочется встать, режиссёр говорит, ну, ребят, ну, давайте теперь попробуем выйти на площадку. Вот. Так вот, читка — это такой момент, когда актёр уже почти хочет встать. В идеале. Да, конечно, так не получается, потому что пять репетиций всё равно мало, но, с другой стороны, пять репетиций — это хорошо, это такой экстрим, когда ты должен за пять репетиций вместе с артистами уже сделать то, что можно показывать зрителю, ну, что можно читать зрителю. И актёр не успевает начать играть в плохом смысле слова, в плохом смысле слова, а он занимается только делом, только действует. Им нужно донести текст, донести то, чего хочет персонаж, и на этом драйве актёр занимается своей профессией по-настоящему. Потому что иногда, когда у артиста там впереди два-три месяца репетиции, он через месяц начинает выдавать, поддавать, показывать, а вот я так могу, а вот я так могу, а я супер вообще, если я здесь сыграю вот это. И Мурычев говорит, не надо сделать дело, персонаж хочет так, как мы в жизни, мы же в жизни никто не играем. Да? Конечно. Вернее, даже если мы играем, мы это делаем для чего-то, у нас всегда есть цель. Да, этим отличается, с моей точки зрения, ну, в таком, в традиционном понимании театра, актёр-профессионал от актёра-непрофессионала. Актёр профессиональный, он не играет, он действует. Всё, что он делает, он делает для чего-то. Актёр непрофессиональный, зачастую просто играет, показывает себя. Отчитка не даёт такой возможности показать себя, она даёт возможность сделать дело. Давайте мы, поскольку уже упомянули о том, что вы делаете в Петрозаводске, обозначим нашим слушателям, что вы в Петрозаводске, насколько я понимаю, живёте и работаете, и являетесь главным режиссёром Центра культурных инициатив. Нет, к сожалению, не совсем верно. Оправляйте меня. Да, я, в принципе, живу в Петрозаводске, стараюсь там работать, но я свободный художник, и я уже давно не являюсь главным режиссёром Центра культурных инициатив. Так, не будем уточнять, кто там является главным режиссёром. Вот это, кстати, интересная вещь. Расскажите, пожалуйста, когда в театре отсутствует главный режиссёр? Это не театр. Центр культурных инициатив это не театр. Хорошо. Мы вернёмся к театрам, потому что ситуация, которая в Кирове существовала несколько лет, это как раз отсутствие главных режиссёров тире художественных руководителей. Может ли театр существовать без таких людей? Мне кажется, нет. Театр, в принципе, может существовать только если в нём есть настоящий художественный лидер. Что происходит с театрами и с актёрами, когда вот такой настоящий лидер уходит? Как долго театр может жить без лидера, без режиссёра? Я не знаю. Всё зависит от того, всё зависит от того, как и под что театр заточен. Если это театр продюсерский, то есть если там есть мощный директор, то театр может существовать достаточно долго. Но понимаете, это совершенно разные театры. Театр художественного руководителя это один театр, театр продюсера это другой театр. Театр художественного руководителя работает по художественной программе, у него есть какой-то план развития, ещё что-то, ещё что-то. У продюсера совсем другой план развития. Это не значит, что это будет плохой театр. Просто другая схема работы. Да, это другая схема работы, но я сейчас говорю о хорошем театральном продюсере, о настоящем человеке, который занимается именно театром, а не антрепризой или не поделками. Ну, понимаете, я под поделками, я имею в виду навал какого-то дешёвого на ура репертуара. Скажите, а Куни это дешёвый на ура репертуар или нет? Куни это очень профессиональный драматург, который делает кассовые комедии. Если один спектакль Куни идёт, одна комедия в театре, то это вполне себе нормально, потому что это позволяет, это для определённой категории, вернее для широкой категории публики спектакль, который позволяет делать кассу, и в этом нет ничего плохого, и позволяет набирать полные залы. Опять же, всё зависит от того, как спектакль поставлен, как он сделан. Это может быть более-менее как-то собранная по-быстрому комедийка, чтобы набить зал, а может быть какая-то стильная комедия, из этого тоже можно что-то сделать. Просто к нам нечасто приходят режиссёры, и когда к нам приходил Рахель Гаусс, он как раз на мой вопрос, как вы оцениваете репертуар нашего театра, драматического, тоже в драме он показывал свои спектакли, он говорит, это невозможно. В каждом провинциальном театре есть Куни, 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 повторял он, говорит, это невозможно. А разве это плохой автор? Это свидетельствует о том, что автор профессионален. Автору-то от этого вообще прекрасно. Я думаю, он ничего не делает, только получает авторские. Вот от этого, оттолкнувшись в вопрос, я хочу всё-таки спросить вас, раз вы свободный художник и ставите спектакли в разных театрах, скажите, сильно ли отличается публика провинциальная и столичная? Ну, вы знаете, в каждом городе вообще публика своя. И я бы так не говорил, что сильно ли отличается публика провинциальная от публики столичной? Мне хочется понять, вы знаете, как различаются провинциальный театр и столичный театр, и публика, соответственно, тоже. Чем отличается? Кто формирует спрос, кто формирует предложение, кто формирует вкус? Вы смешали столько вопросов в один, и теперь давайте разбираться. Хорошо, давайте начнём с театров. Чем отличаются, если есть различия провинциальный театр и столичный? Ну, я, наверное, начну свой ответ с того, что в столице есть абсолютно провинциальные театры. Такие махрово-провинциальные театры, ужасно провинциальные театры. Тогда что это значит, провинциальный театр? Провинциальный театр, опять такой обширный вопрос, как на него отвечать, начиная от того, что в нём играют, кто в нём играет, как в нём играют. Потому что время не стоит на месте, и чтобы мы не говорили о русской театральной школе, вот знаете, мы любим прикрываться очень русской, наши традиции, да, несмотря... Традиции хороши, когда они служат основанием для какого-то развития. Время не стоит на месте, а бывает, приезжаешь в театр, и там актёры существуют на сцене, как в 1940 году. И такое есть всё ещё. И в 1950-м, да, везде оно есть такое. И когда ты спрашиваешь у артистов, а почему вот так? Они говорят, ну как, это же театр психологический. Я говорю, а как вы относитесь сейчас к нему, кино? Это же кино, оно хорошее, но вы же предпочитаете пойти и посмотреть современный фильм какой-то? Понятно, мы не говорим сейчас о классике, которую мы... Эйзенштейн, которую нужно смотреть. Это, ну как бы, это мироощущение. Современный театр... Бывает театр провинциальный, ну провинциальный в плохом смысле, потому что провинция — это неплохое слово-то. То есть вы не делите театры по принадлежности к территориям, а по духу, который царит в самом театре. И этот дух, он зависит от режиссёра или от продюсера, да, и от того, какую политику... От художественного лидера, который есть в театре. Если это продюсер, то он так или иначе всё равно художественный лидер, потому что он диктует художественную политику. Кто там ставит, что там ставит и так далее. Спасибо. Это Липовецкий Олег Михайлович, режиссёр и продюсер, который сейчас находится в городе Кирове и ставит спектакль «Джульетта выжила». Мы прорвемся на короткую рекламу. Через две минуты вернёмся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Интервью». Группа компании «Система Глобус». Продолжаем разговор, Олег Михайлович. Олег, как мы договорились. Мы с вами поговорили о том, что такое провинциальный театр вкратце. Я почувствовала после того, как задавала эти вопросы, с самого начала целый ряд вопросов, какие-то, знаете, постоянные нотки извинения, извиняющиеся в моей речи. А что такое провинция? А хороши ли мы настолько, насколько должны быть хороши? А смотрим ли мы то, что должны бы смотреть, что смотрят цивилизованные люди? Вот такое настроение, я думаю, многим людям присуще здесь просто в силу того, что предложения крайне мало в небольших городах. Да и в больших, но отдалённых от столиц тоже не слишком велико. Меняется ли сейчас ситуация в стране, как вы думаете? Есть ли какой-то тренд, который бы заставил людей в отдалении от столиц чувствовать вот этот вот драйв, энергию и современность? Во-первых, я скажу, что я-то кто. Если говорить о территориальном расположении моего родного города Петрозаводска, правда, я не настолько много в нём живу, насколько бы мне хотелось, он также далеко от столиц, от Питера и Москвы, ну не так, как Вятка, но тоже очень далеко. Но другое дело, может быть, что Петрозаводску чуть больше повезло, или не знаю, можно ли так говорить, когда Иосиф Иссарионович, незабвенный Сталин, ссылал людей на Соловки, интеллигенцию всю, а она ехала обратно, отсидев. Интеллигенцией нельзя было ехать в Питер или в Москву. А первый город большой, который встречался им на пути, и он не так далёк от Питера, это Петрозаводск. И они там все оставались. Поэтому так исторически сложилось, что Петрозаводск очень насыщен интеллигенцией, людьми искусства и так далее и тому подобное. Ну, стоит сказать, на пять театров в городе. Ну и Питер недалече. Ну и да, буквально там пять часов езды, и ты в Питере. Вот. Это что касается меня самого, я провинциал такой же, как, ну, немножко другой, может быть, поскольку много езжу. Да. А какой вопрос был? Я забыл. Я так был многословен, что забыл, о чём вы меня спросили. — Наблюдается ли сейчас какое-то изменение в театральной жизни? Есть ли какое-то движение из столицы в провинцию? Сложно задать вопрос. Был момент, был момент, когда это движение началось, и началось очень мощно. Мне кажется, сейчас ещё оно инерционно идёт, но в связи с общей реакцией, которая наступает в стране сейчас и общим положением дел, это движение, к сожалению, несколько утеряло свою силу. В принципе, был момент, когда очень много режиссёров молодых поехало в провинцию, поскольку и они хотели, они сейчас тоже готовы, в принципе, поскольку они хотели реализовать свой творческий потенциал. И это было достаточно... Это в нулевых было. Ну да. В нулевых годах интенсивно много режиссёров выезжало в провинциальный. Чуть-чуть, начало десятых, да? Да. А сейчас так складываются обстоятельства, что даже найдя себе место в провинции, ты всё равно настолько закован в рамки со всех сторон, начиная от материального положения театра и заканчивая какими-то вопросами самоцензуры и цензуры. И цензуры, которые вы чувствуете, что усиливаются, судя по вашим словам. Конечно. Но все это чувствуют. То есть цензура же бывает разноплановой, да? Цензура бывает запретительной, когда тебе директивы поступают, а бывает финансовая, когда тебе просто не дают деньги, если ты не хочешь делать то, что от тебя требуется, да? Получается, что ты не реализовываешь свои планы, а реализовываешь планы какого-то другого дяди, который тебе говорит, что тебе делать. И это уже не искусство, а обслуживание. Но пока не всё так плохо. Не-не-не. Пока совершенно неплохо. Ведь, скажем так, что наше государство вкладывает, несмотря на постоянно сокращающееся финансирование культуры, наше государство вкладывает огромные средства. Огромные. В том числе и в театр, по сравнению с другими государствами. Но это ещё и за счёт того, что в нашем государстве тоже так исторически сложилось, что у нас огромное количество театров, на которые нужно огромное количество средств. Поэтому пенять на государство грех тут в этом плане. А вы считаете, их должно быть меньше? Я считаю... Нет-нет, я не считаю, что их должно быть меньше. Но я считаю, что в театрах должно быть... Вернее, не в театрах, а вообще, в принципе, в сфере культуры должен быть жёсткий контроль качества. Качество не содержания контроля, а контроль качества. Должны быть независимые эксперты, которые этот контроль осуществляют. И нечего оплачивать дармоедов. Вот на это мой взгляд очень такой... Может, я буду достаточно жёстким выскажусь, но, опять же, видя многие театры, я понимаю, что я смотрю с ужасом на треть или половину труппы, которые годами ничего не играют, получают зарплату, а на эту зарплату идут налоги ещё, и они сидят им. Хорошо, они выходят на три спектакля в месяц. Или там на два, или на один. Они ничего не делают уже много лет. По пять, по десять, по пятнадцать лет. Получают звания. И они сидят, и сидят. А за что? Потому что, ну, я опять жёстко скажу, театр — это не богодельня. Это организация, у которой есть миссия. Но вы сейчас не самое ли время, когда такие тяжёлые экономические времена провести реформу, дармоеды всех вон, правильно распределить средства? Опять же, к сожалению, во-первых, в нашем государстве заставь дурака Богу молиться, знаете? Конечно. Да. Как бы не переборщили. Как бы не переборщили. Это, опять же, страшно дать дуракам в руки оружие, с помощью которых они начнут рубить несогласные. Несогласные головы просто. Это просто, во-первых, и над этим уже давно идёт какая-то работа, пытаются театральные деятели об этом говорить, о контрактной системе во всех театрах. Когда все, да, ну, понимаете, тут что важно? Чтобы это были все, не только артисты, а художественный руководитель театра, директор театра, они тоже должны быть. Вот они сейчас на контракте тоже, да? И так же и артисты должны быть. Опять же, чтобы понимать, выполняет ли художественный руководитель свою миссию, нужны независимые эксперты. Без этого никак. Кто будет решать? Министерство, в котором, может быть, очень хорошие чиновники. Они могут быть профессиональными менеджерами, они могут уметь привлекать инвестиции в культуру, там, распределять финансовые потоки, но они могут совершенно ничего не понимать в театре. Да, или, допустим, в живописи. Как им определить? Выполняет директор музея хорошо свои функции? Или художественный руководитель театра? Или нет? Для этого нужны эксперты. Вот пока этой системы какой-то не будет, ничего не получится. А почему, я уверена, что не вы один говорите об этом, наверняка профессиональное сообщество обсуждает эти моменты. Почему никто не берется в министерствах и не решает этот вопрос? Есть какая-то каста, которая держит театры в том состоянии, в котором они сейчас находятся, такое ощущение? Или это леность? Или это недальновидность? Что это? Ну, во-первых, то, что я вижу в очень многих местах, это ведь удобно. Понимаете? И все на своих местах. Денежки идут потоками. Ну, где-то тоньше, где-то толще. Но они же все равно идут. Но туда, куда понятно и традиционно не направляются. Понимаете, эта система складывалась не за день, не за два, а годами. И когда кто-то сидит на своем месте в гримёрке, ему капает 15-20 тысяч в месяц, но он спокойно, он всё время свободен, он занимается халтурами, ездит на дачу выращивать огурцы и картошку, и так, выходит на пенсию, продолжает работать, потому что из театра же не уходят на пенсию, продолжают пенсию получать, там, зарплату по старым законам и так далее. Кто-то чуть выше на этом месте. И тот, кто снизу, делает всё, чтобы тот, кто выше, его не уволил. Всё, чтобы хорошо было. Тот, кто выше, делает, чтобы тот его не уволил. И тому удобно. Всеобщая тишина и покой, которая постепенно зарастает ряской, и это место превращается во что мы все знаем? В болото. Пока не падает туда какой-нибудь камень, а ещё лучше... Сгоняет всех лягушек в сон. Да, а ещё лучше карбит, понимаете, чтобы там всё забурлило. Ну да, это интересно. Время нашей программы подходит к концу, Олег. Мы ни о чём не поговорили-то. Я специально не форсировала сегодня вас какими-то вопросами, такими требующих чётких и ярких ответов. Например, мне, конечно, хотелось бы поговорить, почему вы позволяете себе поддерживать оппозиционных мэров городов, которых увольняют. Я могу ответить. В частности, Галину Ширину. Я понимаю, что... Шершину, да. Я хотела бы с вами поговорить, а много ли таких людей, которые подписывают подобные заявления, и почему другие ваши коллеги подписывают противоположные вещи, и как вы к ним относитесь в этом смысле. Но я этого не сделала, потому что мне хотелось, чтобы просто люди услышали, как вы говорите, потому что я им пообещаю, что вы ещё раз придёте к нам. И мы с вами за эти два месяца встретимся, я надеюсь, ещё не один раз. И у нас будет возможность многие-многие вопросы обсудить. Договорились? Если это вам интересно, то да. Конечно, конечно. Нам это очень интересно. Олег Липовецкий, режиссёр, продюсер. Драм-театр. Пьеса «Джульетта выжила» будет поставлена на сцене нашего театра. Вы знаете прекрасно, что мы с удовольствием будем приглашать вас, слушателей, и на прогоны, если они будут открытыми. У нас драм-театр сейчас это практикует. Кто его знает? Может быть, будет читка. Я не знаю. Какая-нибудь. Мы будем разыгрывать билеты и будем ещё рассказывать, как ставится спектакль. И будем следить за тем, как эти два месяца вы здесь проводите. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.